Друзья, всех приветствую на торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Ну что ж, очередная неделя. Продолжаем следить за американским долларом, который снова котируется индекс американской валюты в районе 90 82. Честно говоря, друзья, доллар ходит в коридоре 90 91 уже почти 4 месяца. Если немножечко по графику отмотать назад, то действительно тест поддержки 90 пунктов, который ранее и в принципе сейчас остается нашей ближайшей целью, был зафиксирован еще в конце ноября. И с тех пор фокус внимания трейдеров сместился на пакет фискальных стимулов США. Тогда еще были выборы. Тогда мы еще не знали об инициативе демократов. Могли только лишь гадать о том, сколько они попробуют протащить через Конгресс вливаний дополнительных в экономику. Сейчас эта сумма, как вы помните, почти 2 триллиона долларов. Но до сих пор нет конкретики, когда же мы можем увидеть эти стимулы, когда же американская экономика их получит. Ну, наверное, конкретика возьмем в кавычках, потому что у нас все-таки есть уже прошедшее голосование Палаты представителей, которое состоялось в пятницу. Теперь, в принципе, обсуждение передается в Сенат и потом на конечную подпись Бадину. Но если выдерживаться будут сроки, которые ранее демократы обозначили до 14 марта, то, соответственно, две недели, друзья, мы будем еще находиться в вот этой зоне неопределенности, когда пауза вот эта двухнедельная может позволить покупателям все-таки еще проявить себя на рынке американской валюты. Но в то же время, если снова акцентировать внимание на системные факторы, вспомнить первоочередную причину, почему все-таки мы говорим о новых фискальных стимулах, станет ясно то, что дальнейшая средняя долгосрочная перспектива для американского доллара останется прежней, нисходящей. И, как и раньше, нужно ждать повторного теста поддержки 90 пунктов и закрепления пары ниже. Точнее, не пара инструмента. В частности, что было интересно на закрытии прошлой недели? Это очередное ралли американского рынка долга. Рост доходности американских облигаций с параллельным снижением их стоимости. Это распродажи, да, крупнейшие за последние 10 лет. Они, в принципе, продолжаются, вот уже продолжались ранее две недели. Хотя, если мы посмотрим сейчас на десятилетки, то с максимумов по доходности в районе 1,6 доходность уже снизилась к отметке 1,4. Это сразу же нашло отклик на рынке валютных активов, потому что сегодня мы видим возобновление давления на доллар и, соответственно, восстановительную динамику рисковых инструментов. Евро, фунт, они понемногу начинают прибавлять. Если такая динамика сохранится и дальше, то дальнейшее снижение доходности трежериса, разумеется, приведет к тому, что мы снова по баксу будем тестировать поддержку 90 пунктов. Нам нужно, друзья, делать эту цель, нам нужно закрепляться ниже. Но я думаю, что и вы все уже прекрасно должны это понимать. Пока мы не получим в качестве фактической новости о том, что согласованы новые меры фискального стимулирования, эта динамика не реализуется в том формате, в котором нам необходимо. На этой неделе нас ожидает выступление Джерома Паула. И мне очень понравилась формулировка Блумберга о том, сможет ли Паул потушить костер облигаций. Если сослаться на его речь в Конгрессе недельной давности, то 100% он снова будет говорить о важности сохранения экономической политики. И, скорее всего, он даже обязан сейчас сделать акцент на то, что нет рисков инфляции настолько значительных, чтобы сейчас все это конвертировалось в такое ралли на рынке облигаций. И если этот комментарий все-таки будет озвучен, тогда десятилетние облигации трежерис по доходности снова уйдут ниже отметки 1,3. И уже в рамках этой недели, то есть фактически за неделю до того, как Конгресс США окончательно выкатит решение по экономическим стимулам, а Байден подпишет этот законопроект, мы получим уже начало развития нисходящей динамики по доллару, которая нам необходима. Но если говорить про цели максимума, вы должны понимать, что до 14 марта вот эти качели могут продолжаться. Кроме того, в рамках этой пятидневки у нас еще и отчет Non-Farm Perils, который оказывает значительнейшее влияние на динамику доллара всегда. Мы помним, как доллар реагировал на статистику по заявкам на пособия по безработице. У нас свежие воспоминания недельных давностей. И, соответственно, если ориентироваться на те цифры, которые мы видели, с вероятностью 90% Non-Farm Perils, который выйдет в эту пятницу, разочарует. И если, опять же, логика будет доминировать на площадках и доллар поведет себя так, как должен, то очередной слабый отчет снова заставит доллар отступить, чем мы, друзья, и будем пользоваться. Кстати говоря, по поводу золота, который сейчас котируется на отметке 1750, лоу был 1717. Это как раз те распродажи, которые мы видели по рынку драгоценных металлов, было следствием роста доходности американских облигаций. Потому что золото на фоне роста доходности Treasuries не может конкурировать с этой категорией финансовых активов, которые приносят не только доход в виде изменений на курсовой динамики, но еще и процентный и купонный. Золото, конечно же, может дать доход только в том случае, если в положительную сторону для инвесторов изменяется курсовая динамика. По золоту, друзья, мы все-таки ждем, опять же, нужной реакции рынка на те экономические стимулы, которые поступят, как я уже неоднократно отмечал. Как только рынок увидит вот эти 1,9 триллиона в виде фактического решения, вот тогда то восходящее раль золота, на которое, кстати, ориентируемся не только мы, но еще и ряд крупнейших инвестбанков, проявит себя во всей красе. Но тут, как говорится, с профитом и с реализованными положительными ожиданиями окажутся лишь те, кто все-таки досидит до вот этого разворотного момента и сможет убедиться в том, что прежний фундаментальный расчет будет верен. Рынок нефти 65,46 в моменте. Друзья, сейчас у нас довольно много факторов, которые свидетельствуют о том, что рынок нефти с большой вероятностью в рамках этой недели может показать коррекцию. Во-первых, это отголоски запасов, которые вышли на прошлой неделе, роста на 1,2 миллиона. Это локальное укрепление доллара, давайте назовем так, потому что доллар действительно с пятницы вырос, и при росте курса американского доллара снижается стоимость, точнее сырьевые инструменты становятся менее привлекательными. ОПЕК, который заседает на этой неделе, 3-4 марта, решение. Я на протяжении всей прошлой недели говорил вам, что страны ОПЕК примут, согласуют новую повестку, которая позволит им увеличить добычу как минимум на 500 тысяч баррелей в сутки, начиная с апреля. Саудовская Аравия откажется от одностороннего сокращения добычи на 1 миллион, и, соответственно, именно столько по предложению на рынок углеводородов хлынет с 1 апреля. Бейкер Хьюз, еще один отчет нефтесервисной компании, статистический релиз, касающийся рынка нефти. Количество платформ растет в Штатах с 305, мы уже видим 309. И, как вы помните ранее, идея о том, что американские производители при высоких ценах на нефть будут возвращаться на площадки и, соответственно, увеличивать предложение, это тоже негативный фактор для котировок черного золота. Я, друзья, на этой неделе все-таки больше медведь. Ранее я давал сделки селл-стоп, с которых в рынке собираюсь оказаться при той коррекции, которая должна пойти, при благоприятном исходе и развитии именно фундаментальной картины в том формате, в котором я озвучил. И если нефть, опять же, покажет коррекцию, то с учетом перекупности только за февраль котировки Brent, WTA, прибавили больше 20%, Brent легко может оказаться в районе 60 долларов за баррель. И по остальным активам все без изменений. Друзья, евро-доллар 1,2080 длинная позиция в приоритете. Фунт против доллара. Вот здесь коррекция сохраняется, потому что я жду в эту среду бюджет Англии, где будут прописаны, опять же, планы по повышению корпоративного налога. Это, скорее всего, вызовет такой негативный диссонанс и может спровоцировать дополнительное снижение британской валюты. Но при чем? Фунт я не собираюсь продавать до каких-то немыслимых уровней, там 1,30 и так далее. Я думаю, что максимум, что мы увидим по коррекции, это отметка 1,37-1,38. И после этого уже снова лидерство перейдет к продавцам доллара. Снижение курса американской валюты приведет к восстановлению рисковых активов. Доллар канадец 1,27. Держим длинную позицию. Отбились мы от отметки 1,25, цели 1,30. Американский фондовый рынок сегодня растет, друзья. Надеюсь, то, что больше распродаж мы не увидим. И до 14 марта, до того дня, когда вроде бы как мы должны получить решение по пакету экономических стимулов, уже подписаны как документы. Американский фондовый рынок удержится на текущих значениях и все-таки будет претендовать на обновление исторических максимумов. На этом, собственно, все. Всем большое спасибо за внимание и хорошей вам торговой недели. Всем пока!